Я сама могу вот это все не потерять. Здесь она время зря не теряет. Ксения Котельникова – потомственный часовщик. Девушка гордится, что продолжает дело отца. Не бросила семейный бизнес. А вот зрение потихоньку стало пропадать. От такой работы глаза не только устают, но даже болят. Девушка говорит, точно не знает, сколько у нее минус 6 или минус 8. Давно не посещала офтальмолога. Именно мое зрение помогает мне работать в этой работе. То есть я вижу хорошо вблизи, очень плохо вижу далеко. Из-за этого, наверное, вот эта профессия мне так хорошо подходит. Со временем все равно зрение меняется. Тем более от такой работы – это лупы постоянные, это очки, которые увеличивают. Часовщик, сварщик и ювелир – представители этих профессий часто видят хуже других. На такой работе приходится напрягать зрение. Но многие на этот факт закрывают глаза, выбирая любимое дело. В этой работе присутствует очень много романтики. Я, в принципе, когда сюда пришел, только из-за этого. Потому что работа ювелира – это работа романтика, работа творца. Б-И-Н-К-М. Стопроцентное зрение сейчас большая редкость. По данным статистики, каждый второй в нашей стране не может им похвастаться. Но в этот раз офтальмолог порадовался за своего пациента. Кроме легкого раздражения глаз, врач больше ничего не увидел. Как правило, это инфекционные заболевания глаз на первом месте. Второе – это нарушение рефракции, миопия, близорукость. По-другому – гиперметропия или дальнозоркость. Также есть астигматизм. Но это все зависит от того, какой возраст пациента. Возрастные изменения, либо это наследственные заболевания. Так сказать сложно. У психологов есть своя теория, что здоровье глаз зависит от душевного состояния человека. Получается, те, у кого диагноз дальнозоркость, иногда в жизни не видят того, что происходит у них прямо под носом. А близорукие боятся далеко заглядывать. То есть опасаются будущего. Получается, что глаза действительно зеркало души. Надежда Новикова, Александр Кравченко. Новости Телеобъектив.